Валерия и Иван студенты школы городских компетенций. Они исследуют Хабаровск, то есть пытаются понять, почему дорожки, урны и деревья находятся именно здесь и устраивает ли это горожан. Замечают обычные маршруты и занятия людей. Смотрят, удобен ли город для его жителей. Проложили еще новые дорожки, помимо старых, а люди все равно ходят по снегу. То есть, видимо, когда проектировали, не сильно учитывали исторические пути, которые были здесь изначально проложены. Школа городских компетенций в Хабаровске проходит впервые. Ее инициатор – девелоперская компания «Талан». Компания выкупила территорию гупровского городка у администрации и уже весной начнет сносить там бараки. На их месте появится 12 многоэтажек и еще останется место для общественной территории. Что на ней будет, предложили решить самим хабаровчанам. Нам хотелось бы понять, что бы хотели жители города увидеть как на территории дворового пространства, так и на прилегающей территории. Потому как мы хотели бы помочь городу обустроить Амурский бульвар. Компания «Талан» работает в 14 городах России. Подобную школу городских компетенций уже проводил ее филиал в Твери. И там начали строить парковую зону и спортивную площадку. То, что предложили жители. Мы обычно привыкли работать. Задание выполнено, отрапортовали. Здесь немножечко не так. Есть идея, есть проект. И каким он будет, зависит от тех людей, которые вовлечены в решение этого проекта. Школу ведет основатель Московского центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов. Он объехал уже 500 городов. И в каждом помог создать общественное пространство, удобное и любимое горожанами. Парк, сквер, спортивную зону, каворкинг или площадку для мероприятий. Теперь взялся учить хабаровчан. Сначала рассказал, как развивается город, формируется команда и создается проект. А затем вывел на улицу. Исследовать Хабаровск и понимать его. Мы же находимся в ситуации не в Советском Союзе. Давайте строить, ломать. А в ситуации давайте настраивать жизнь. Поэтому это такая психогеография. Понять город, почувствовать его. Почувствовать, чем горожане Хабаровск отличаются от горожан, например, в Москве. Чтобы не копировать решения, а придумать свои хабаровские решения. Столичные урбанисты сначала рассмотрели наш город издалека. Изучили карты, градостроительные планы, фотографии со спутника. Также по анкетам посмотрели, каким жители видят свой город. Когда мы в разных городах спрашиваем людей, что вас вдохновляет в городе, крайне редко жители называют какие-либо топонимы. Часто это очень абстрактные слова. Чистый, красивый, уютный, родной, прекрасный. Ну, или это могут быть негативные прилагательные, но они обезличены. А здесь же половина всех слов, сказанных горожанами о городе, это очень конкретные топонимы. Все связаны с амуром, с утесом, с опками. Результаты исследования показали, что каждый второй хабаровчанин игнорирует городские праздники. А зимой вообще редко кто любит выходить из помещений. Холодно. Это время года для самообразования. Вот у вас холодно, да. Но даже в парке нет места, где можно погреться. То есть парк сконструирован только для одного сезона, для лета. А зимой здесь очень хорошо. Здесь солнце, здесь деревья, здесь сложный ландшафт. Здесь хочется любоваться. Но холодно. Либо нужно одеваться прям очень тепло. Но теплая лавочка явно бы не помешала. Либо какая-то, не знаю, там открытая терраса с инфракрасным оттеплением. Либо какие-то защищенные от ветра места. Студенты выясняют сценарии горожан. Это то, как люди живут каждый день. Каким путем они привыкли идти на работу, куда заходят за кофе и заходят ли вообще. Что делают в обед и на выходных. Это позволит понять, нужна ли на территории гупровского городка кофейня, площадка для мероприятий или арт-объект. То есть, если спросить его сейчас, что ты хочешь, он скажет, ну, я хочу мирного неба над головой. А если вот его спросить, а что важно там в 8 утра, когда бежишь на работу, он скажет, мне важно, чтобы была там чашка кофе, круассан или еще что-нибудь. То есть, он это тоже скажет. Соответственно, это можно включать в сценарий. Перед своими студентами Святослав Мурунов поставил задачу – замечать все. Вывески, надписи, рисунки. Это позволит понять, что думают жители и посетители центрального района и в чем нуждаются. Вот сейчас у вас забрали статус столицы. Я считаю, что вам сделали подарок, потому что вы фактически можете начать с нуля. Вот вы теперь сейчас можете себе придумать, а что такое Хабаровск. Потому что раньше у вас был четкий ответ – мы столица, все, думать не надо. А сейчас это заставит вас хорошенько подумать. Вот Хабаровск он для кого? Он какой? Чем он отличается? Результаты своих наблюдений студенты оформят в виде предложений и передадут профессиональным дизайнерам и архитекторам. Специалисты составят окончательную картину будущего гупровского городка. Результатом этой школы как раз и будет это понимание того, как соединить несоединимое, как совместить несовместимое и как сделать жителей хотя бы одного района, а лучше всего города, чуть-чуть хотя бы счастливее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин